На протяжении всего 2020 года наблюдалась тенденция роста преступности. За 2020 число тяжких и особо тяжких преступлений в Атарстане увеличилось на треть. Стало больше убийств и покушений. Общее число расследуемых дел превысило 7 тысяч. Почти треть из них уже дошли до суда, в том числе 9 в отношении двух десятков членов ОПГ. Среди них 8 ранее разыскиваемых участников и лидеров организованных преступных организаций. Кварталовские, Семовские, Татаринские, Суконка, Чистопольские, Джаманы. На территории республики прекращена деятельность террористических и экстремистских ячей. Свидетель ЕГВ, Нуржула. Судом вынесен приговор в отношении 10 участников террористической организации. Хизбут-Такли, Аль-Исламин, которым назначено наказание от 11 до 22 для лишения свободы. Такая борьба с экстремизмом, терроризмом и прочими деструктивными силами должна быть одной из приоритетных задач, отмечает Рустам Миниханов. Необходимо отградить людей, в первую очередь, молодежь по втягиванию в террористические группы и радикальные экстремистские организации. Прошу вас совместно со всеми правоохранительными органами не допускать дестабилизацию общественной политической ситуации, деятельность деструктивных организаций, призывающих людей к участию в беспорядках или несанкционерных мероприятиях. Мы эти процессы уже наблюдаем. В минувшем году в Следственном управлении республики была сформирована новая руководящая команда. Как отметил Рустам Миниханов, ей удалось наладить работу с коллегами из других ведомств и повысить эффективность. Так на две трети выросла раскрываемость преступлений прошлых лет. Наконец-то из заключенных преступников еще в 2004 году, совершивший убийство директора МУПа Доканала города Казани Рудина. Направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Казанской гордумы Бельгильдеевой, которая в 12-16 годах обманула 135 граждан на общую сумму 38 миллионов рублей. Пресечена деятельность группы несовершеннолетних АОЕ, совершавших помогательство и течение имущества на территории города Нагрид-Начал. Валерий Липский прокомментировал ряд резонансных уголовных дел. Одно из них взрыв на предприятии малонефтяной компании в Сарманово, где погибли двое рабочих. В ходе расследования мы дадим исчерпывающую оценку действиям всех ответственных должностных лиц. Позвольте вас заверить, что виновные от ответственности не уйдут. Важной задачей остается защита детей от преступных посягательств. В суд были направлены более 300 дел этой категории. Доказано 47 случаев истязания детей. Айнур Харисов из Менделеевска получил пожизненный срок за убийство жены и маленького сына. Тогда чудом удалось спастись пасынку. К сожалению, мы знаем случаи, когда истязаниями дело не ограничилось. И дети погибают от рук собственных родителей. Также более чем на 60% выросло количество коррупционных дел, дошедших до суда. Уголовного мобориста взяток и превышение должностных полномочий направлено дело в отношении бывшего начальника отдела полиции номер 8 Горки, МВД по городу Казань-Габазово, который обвиняется в том, что в период с января 2017 года неоднократно и незаконно инициировал проверки деятельности кафе «Восточной кухни», а также в отношении директора данного кафе, требует от него взятку в размере 1 миллион рублей. Продолжается расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и получения взяток в отношении начальника отдела полиции номер 9 Горкинса Фиулина, Ершова, и заместитель начальника того же отдела Сидикова. Установлено, что Ершов в период с 2015 года получил от местного жителя взятку в размере 18 миллионов 400 тысяч рублей за непроведение проверочных мероприятий на Слоянко. Эту работу нужно усиливать, призывает Рустам Миниханов. В стране идет инициативным президентом страны Владимиром Путином масштабное преобразование в экономике и социальной сфере. Регионы получают огромные ресурсы в рамках национальных проектов. Сейчас особенно важно усилить борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями. Каждый рубль должен быть использован в планах назначения. Необходимо принципиально реагировать на факты коррупции, злоупотребления со стороны чиновников. Также, как отметил президент, следователи должны проявлять больше внимания к деталям, быть дотошней в расследовании. Необходима беспристрастность и тактичность. Дмитрий Арина, Дельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.